Добрый день. Меня зовут Усычкин Сергей Владимирович. Я заведующий отделением лучевой терапии в клинике Хадаса, в институте онкологии Хадаса. Медикал Москва. Сегодня я хотел бы вам кратко в течение 10 минут, мы постараемся уложиться в наш лимит времени, рассказать о самых интересных новостях клинических исследований, результаты которых были представлены в давнем конгрессе ЭСМО 2020, а также представить свои случаи с клинической практикой, которые связаны с результатами этих исследований. Во-первых, этот конгресс ЭСМО 2020 запомнится нам, радиотерапевтам, в первую очередь, републикацией результатов исследования LAN-ART, то есть исследования дювантной лучевой терапии при раке легкого. Это было первое европейское рандомизированное исследование после операционной дневатой лучевой терапии у пациентов с немелкокречным браком легкого третьей А стадии, с поражением лимфоузлов средостения, то есть поражением уровня N2. Это исследование началось очень давно, еще в 2007 году продолжалось 13 лет, до 2018 года, и вот впервые в этом году оно было опубликовано. В исследование было включено 501 пациент, и они рандомизировались на группу, в которой после полной резекции проводилась дювантная лучевая терапия на средостение, на культе угронха, и в контрольную группу, в которой не проводилась послеоперационная лучевая терапия. Следует отметить, что это было первое исследование, в котором применялись современные технологии, как стадирование рака легкого, то есть ПЭТ-КТ, так и современные технологии лучевой терапии, то есть АМРТ, ВИМАТ, АГРТ и так далее. И согласно протоколу, лучевая терапия проводилась до суммарной дозы 54 ГРЭ за 27 или 30 сеансов, то есть в режиме стандартного фракционирования 2 ГРЭ или 1,8 ГРЭ. Первичным показателем, основным показателем в этом исследовании была выживаемость без прогрессирования, и при медиане наблюдения почти 5 лет, 4-8 лет, не было обнаружено, к сожалению, статистически достоверной разницы между сравнивыми группами. Несмотря на то, что если мы посмотрим на график, мы видим расхождение кривых, то есть при проведении послеоперационной лучевой терапии наблюдалось некоторое удлинение выживаемости, без прогрессирования, то есть она составила 30,5 месяцев против 22,8 месяцев в группе сравнения, а также показатели трехлетней выживаемости без прогрессирования были выше 47 против 43,8. Тем не менее, разница не достигла статистической достоверности, поэтому был сделан вывод, что послеоперационная лучевая терапия не увеличивает выживаемость без прогрессирования. Также не было отмечено статистически достоверной разницы в общей выживаемости между этими группами. Она составила 68,5% в контрольной группе и 66,5% даже чуть ниже в группе послеоперационной лучевой терапии. Тем не менее, лучевая терапия даже в этом исследовании показала себя как важный метод достижения локального контроля после операции, так как в группе послеоперационной лучевой терапии риск локального рецидива в средостении оказался в два раза ниже по сравнению с контрольной группой, то есть 25% против 46%. Но при этом также надо учитывать, какой ценой было достигнуто это улучшение локального контроля. Оно было достигнуто путем ценой тяжелой кардиопульмональной токсичности осложнений, то есть послеоперационной пульмониты, фиброзы, осложнений со стороны сердца. Третья-четвертая степени были отмечены у 10% пациентов послеоперационной лучевой терапии и в два раза меньше в группе пациентов, которым не проводилась послеоперационная лучевая терапия. Как же теперь быть? С результатами этого исследования облучать Н2, не мелкоклеточный рак легкого или не облучать. Очевидно, принимая во внимание результаты ЛАН-АРТ, что послеоперационная лучевая терапия не улучшит выживаемость у всех пациентов с поражением лимфоузлов в средостении уровня Н2. Поэтому вероятнее всего на основании результатов этого исследования рекомендации по одевантно-лучевой терапии местного распространения рака легкого после операции будут, конечно, пересматриваться. И тем не менее, следует учитывать, что у определенной группы пациентов, в частности у пациентов с высоким риском локального рецидива, например, с остаточными лимфоузлами в средостении, с положительным краем резекции, риск локального рецидива все-таки остается очень высоким. И может быть достаточно серьезной проблемой для этих пациентов. В качестве примера я бы хотел привести примеры собственной практики. Пациентка проходила лечение в нашей клинике 65 лет. Диагноз центральный плоскоклеточный рак в верхней доле правой легкой, с атеректазом в верхней доле. В марте 2019 года ей выполнили правосторонную пульмонэкотомию с лимфодисекцией. По гистологии это был умеренно дифференцированный плоскоклеточный рак. И было очевидно, что у него был остаточный опухолю в средостении. То есть линия резекции проходила прямо по опухоли. И стадия у этой пациентки была ПТ-3, ПН-2, М0, Р2 резекция. Ей провели 6 курсов одевантной химиотерапии, это позит с карбоплатином. А дальше ей, ним предложили лучевую терапию одевантной. Она не получила это лечение по непонятной причине. Это было не в нашей клинике, это было до лечения, до того, как она попала в клинику Мицкан. Примерно через 3 месяца после окончания одевантной химиотерапии, при контроле МКТ у нее появилось образование в зоне средостения до 4 см. Однако никаких действий не было предпринято. То есть ее просто наблюдали, затем у нее появились боли, отек мягкой ткани передней грудной стенки, правой руки, боли в грудной клетке. Она получала консервативное лечение у хирурга, состояние ухудшалось. И в конце концов, в январе 2020 года, она впервые обратилась в клинику Мицкан ко мне с жалобами на сильные боли жгучего характера в правой руке, в грудном и шейном отделах позвоночника, правой лопатке. Мы выполнили ей дообследование КТ и МРТ в январе этого года. И там мы увидели, визуализировали обширный локальный рецидив в области средостения с прорастанием на стенке послеоперационной полости в ребра и в грудной отдел позвоночника. И при этом отсутствие других отдаленных проявлений заболевания. В связи с таким выраженным болевым синдромом, мы, конечно, ей провели палиативное облучение. По возможности, включив весь объем локального рецидива, рецидива в области средостения. Поэтому, вот такие примеры, они показывают, что все-таки следует, наверное, селективно подходить к вопросу выбора одевантной терапии у пациентов с местно распространенным раком легкого после операции. Учитывать такие факторы, как факторы локального рецидива, степень радикальности хирургического вмешательства. Поэтому, ну, стали бы вы после публикации этого исследования полностью отказываться от послеоперационной лучевой терапии у пациентов с Н2, заболевания при немелко-клеточном раке легкого. Вопрос остается открытым. Ну и, конечно, стоит дождаться все-таки полноценной публикации исследования LAN-ART. Потому что пока это абстракт, представленный на ESMA 2020. И второе исследование, которое меня заинтересовало на ESMA 2020, это рандомизированное исследование лучевой терапии у пациентов с локализованным мелко-клеточным раком легкого. Это исследование из Норвегии, рандомизированное, в котором проводилось сравнение двух схем лечения. То есть, первая схема использовалась стандартной, скажем так, она была стандартной много лет назад. Это схема гиперфракционирования по полтора грея два раза в день до суммарной дозы 45 грей в течение трех недель. И вторая схема, это химио-лучевая терапия с теми же препаратами, но в режиме стандартного фракционирования. То есть, два грея за фракцию, 30 сеансов, 6 недель, лечение один раз в день. То есть, стандартное фракционирование, которое мы применяем при немелко-клеточном раке легкого. Ну и затем, после полного ответа на лечение пациенту проводилось профилактическое облучение всего головного мозга. Также в исследовании было уделено особое внимание изучению показателей качества жизни пациентов после проведенной химио-лучевой терапии. И это исследование показало убедительно, статистически достоверное увеличение общей выживаемости в группе пациентов, которые получили лучевую терапию в режиме стандартного фракционирования 60 грей. То есть, двухлетняя выживаемость, общая выживаемость 70% против 46% в группе, которая получала гиперфракционированную химио-лучевую терапию. Также медиана общей выживаемости различалась статистически достоверно. 42 месяца в группе 60 грей против 23 месяца в группе 45 грей. С точки зрения токсичности, то есть, хорошо, мы используем 60 грей, это более длительная схема. Она, естественно, имеет больший эффект с точки зрения просто количества дозы лучевой терапии. И вот эти группы также сравнивались по степени токсичности. Согласно опубликованным результатам, представленным на Конгрессе, не было отмечено значимых различий в объективно оцениваемой лучевой токсичности между группами. То есть, это токсичность, оцениваемая по шкалам RTOG и RTC и так далее. Однако, в группе 60 грей было отмечено более длительно сохраняющаяся острая дисфагия после проведенного лечения, которая оценивалась на основании опросников специальных по качеству жизни, которую пациенты заполняли после лечения. Однако, в течение времени, к 22 неделе после окончания лучевой терапии, показатели дисфагии были одинаковыми в обеих группах. То есть, с этой точки зрения, лучевая терапия в режиме стандартного фракционирования до 60 грей, 30 сеансов, не оказалась более токсичной. При этом, она статистически достоверно улучшила выживаемость в этой группе пациентов. Ну и в качестве примера, завершая свое выступление, в качестве примера вот такого подхода, то есть лечения в режиме стандартного фракционирования, хотел бы представить тоже клинические случаи из моей практики. Пациент получал лечение лучевой терапии и химио-лучевой терапии в клинике Мискам. Это молодой пациент, 44 лет. В феврале 2019 года у него было кровохарканье. Он обратился в клинику Асута в Израиле. При обследовании ПЭТКТ гистологическим исследованием была выявлена локализованная мелкоклеточная карцинома в области корня правого легкого. МРТ головного мозга не показала метастатического поражения головного мозга. По гистологии это была низкодифференцированная нейроэндокринная карцинома, ГРЭТ-3. Ему в Израиле начали лечение по стандартной схеме с плотинцитопозидом. После уже первого курса была отмечена выражена положительная динамика, регресс перечной опухоли в области корня правого легкого более чем на 50%, и снижение метаболизма в региональных пораженных лимфоузлах. В июле 2019 года пациент обратился ко мне в клинику МИЦКАН для продолжения химио-лучевой терапии по израильскому протоколу. То есть они как раз и рекомендовали лечение в режиме стандартного фракционирования 60 грейт-30 сеансов на фоне продолжения химиотерапии по прежней схеме с плотинцитопозидом. Собственно, что мы и провели. Вот на слайде представлен план облучения по технологии АМРТ, синхронизации по дыханию. То есть мы применяем самые современные технологии, которые позволяют минимизировать лучевую нагрузку на легкое, выполнить ограничения и избежать тяжелых осложнений после лучевой терапии, даже несмотря на более высокую дозу лучевой терапии, которую мы применяли в этой ситуации. После окончания лечения, через 3 месяца, пациенты выполнили контрольное ПТКТ, на котором мы увидели признаки полного ответа опухоли на проведенное лечение. То есть низкие показатели накопления в области первичной опухоли. Также полный регресс региональных лимфоузлов. В конце 2019 года пациент выполнил контрольный МРТ головного мозга, который не показал признаков метастатического поражения. В связи с этим, также по протоколу, рекомендованному в Израиле, мы провели ему стандартное профилактическое облучение всего головного мозга, 2,5 грей, 10 сеансов, 25 грей, также в нашей клинике. Вот мы видим здесь стандартный план облучения всего головного мозга пациентов с мелкоклеточным раком легкого. Ну и этот пациент приезжал недавно к нам на контроль, через один год уже после нашего лечения, в 2019 году, он выполнил ПТКТ, МРТ головного мозга. Никаких признаков опухоли на момент контрольного исследования через год у пациента нет. То есть в легких остаточных фиброзных изменениях права легкого, без признаков остаточного опухоли, по МРТ головного мозга, в июле этого года нет данных за вторичные очаги. То есть лечение наше, можно сказать, завершилось достаточно успешно. Спасибо за внимание. Всего доброго.